В предпраздничной суматохе саровчане потеряли бдительность и чаще обычного стали попадаться в руки мошенников. Выбирая подарки для родных и близких, многие хотят сэкономить. Заказывают товары на незнакомых сайтах, где им обещают большую скидку. В 99% случаев это мошенники. Таким образом заманивают граждан для того, чтобы они приобрели эти товары. Но взамен либо присылают товары несоответствующего качества, либо вообще не присылают товар. Сайт перестает существовать, и денежные средства граждане возвращаются. На крючок злоумышленников можно попасть и на популярных платформах вроде Авито, где товары продают по принципу из рук в руки. В середине декабря саровчанка заказала двух игрушечных роботов, оплатила покупку полностью. При получении посылки на почте нашла в коробке лишь шапку и бумагу. Поступают звонки ежедневно, наверное, сотрудниками банков, которые представляют сотрудники лжебанков, которые под различными предлогами пытаются получить у граждан сведения о банковских картах. Граждане сообщают свои персональные данные, кроме этого данные своих карт и СВР-коды, которые расположены на обратной стороне. В результате со счета обманутого собеседника мошенники списывают деньги, либо совершают покупки по карте. Жертвой афериста стала пенсионерка, которая доверилась другу по переписке на сайте знакомств. Познакомилась с американцем, который проживает за рубежом. В настоящее время территориально находится на территории Республики Афганистан. Бывший военный. Завязалась переписка, соответственно, в ходе которой он ей сообщил, что готов переехать на постоянное место жительства в Российскую Федерацию и имеет определенное денежное накопление и готов их прислать данной гражданке на временное хранение. Мошенник якобы отправил 1 миллион 700 тысяч долларов. Позже с женщиной созвонился его сообщник, сказал, что посылка на границе с Россией и уговорил Саровчанку перевести таможенную пошлину в размере 1 миллиона 550 тысяч рублей. Обман пенсионерка раскрыла лишь после того, как мошенники попросили еще 4 миллиона. Чтобы во время новогодних праздников не лишиться денег, полицейские напоминают, что заказывать товары лучше в официальных и проверенных интернет-магазинах. В случае звонков из банков, контролирующих организаций, попавших в беду родственников, перепроверяйте информацию, прежде чем переводить средства. В любой подозрительной ситуации круглосуточно можно позвонить по номеру 02 или 112. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.